Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Международный день курортника, который уже более 10 лет ежегодно проводится в Евпатории, его организаторы, городские власти и Центр культуры и досуга позиционируют как брендовый и эксклюзивный праздник. И это действительно так. В мире существует много праздников, которые люди отмечают, исходя из своей принадлежности к той или иной социальной группе. День пенсионера, день босса, день предпринимателя, день клиента. И хотя у Международного дня курортника нет официального статуса, о нем знают не только в Крыму, но и далеко за его пределами. И это объяснимо. Евпатория на протяжении многих лет успешно развивает туристическую деятельность и создает благоприятные условия для привлечения отдыхающих и туристов. В этом году в вечерней программе брендового проекта, организованной на Театральной площади, участвовали 24 конкурсанта из разных городов России и стран СНГ. Здесь собралась и большая группа отдыхающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Мероприятие, как всегда, проходило в соревновательном духе, эмоционально, живо, прикольно, интригующе, с юмором, сарказмом, смекалкой, импровизацией и, конечно же, в лидеры выходили обладатели быстрой реакции. Развлекательная программа проекта создавалась по типу КВН, но со своими изюминками. Последние годы внедрение в нее новых конкурсов отчасти было связано с изменением места проведения вечернего блока форума. Так, несколько лет назад он переезжал на средневековую Караимскую, популярного маршрута Малый Иерусалим, потом сквер имени Ленина. Но, как показывает практика, лучше всего он прижился на просторной и уютной театральной площади. Нынешними конкурсантами развлекательного шоу стали абсолютно разноплановые личности. Однако одного везения было недостаточно, чтобы прийти к победе. Главная интрига всего действия выявилась в конце, когда назвали имя лучшего курортника этого сезона – Николай Федорук из Санкт-Петербурга. Он оказался бывалым бойцом курортных баталий, хорошо владеющим стратегиями конкурентной борьбы. В прошлом году он успешно вышел в финал, но тогда зрители отдали предпочтение его жене Елене. Помним, что сказала в интервью и в «Патарийском времени» сразу же после победы «Лучшая курортница Евпатории 2018». Четвертый год я участвую в конкурсе «Лучший курортник года» и сегодня удача, наконец, мне улыбнулась. Я стала победителем. Мы приезжаем в Евпаторию всей семьей четвертый год. Это мой муж Николай, это дочечка Ангелина, это сыночек Константин, папа Олег Борисович и мама Инна Александровна. Вот такой большой компанией мы к вам приезжаем за чистым морем, за теплым солнцем, за добрыми и красивыми людьми, за прекрасными достопримечательностями, за обалденным климатом. Ребят, спасибо вам большое от души. Этот день, не знаю, какой-то необыкновенный совершенно. И я надеюсь, что вы разделите со мной эту радость. А в следующем году, благодаря «Сивилу» и этому конкурсу и нашей победе, мы приедем дольше на 10 дней и побудем у вас подольше. Спасибо. Да, и всемиром. Видно, что супруги Федорук настолько влюблены в Евпаторию, что своими активностью, силами и талантами в очередной раз получают заветный подарок судьбы. Путевку на двоих на 2020 год от туроператора «Сивил». К тому же статистика показывает, именно жители Санкт-Петербурга неравнодушны к Евпатории. Причем лучшим курортником летнего сезона 2017 тоже стал житель Санкт-Петербурга Руслан Быков. А годом раньше финал этого проекта вышла Ксения Матвеева из Тихвина Ленинградской области. На празднике «Лучший курортник-2019» церемонию награждения провели заместитель главы администрации города Валерий Батюк и директор Туристко-информационного центра Галина Герасимова. Они вручили ценные призы и подарки победителям и участникам курортного шоу. Отдыхающие получили пригласительные в кинотеатр «Ракета», «Дельфинари», «Аквариум», «Веревочный парк», «Тропик парк», «Аквапарк Банановая Республика», сувенирную и полиграфическую продукцию. Лучшим курортником 2019 года у нас становится Федорубь Николай, город Санкт-Петербург. Субтитры создавал DimaTorzok В этот памятный вечер зрители радовались солисты и творческие коллективы Патриархского центра культуры и досуга и города. Это образцовый ансамбль «Город детства» под руководством заслуженной артистки Крыма Анны Ус, вокальная студия Оксаны Трегуб и другие. Подарком для всех стало выступление российского эстрадного певца, актера и композитора Родиона Газманова. Он известен как исполнитель песен «Последний снег и гравитация», а также песен «Люси» и «Танцуй пока молодой» в дуэте с отцом популярным певцом Олегом Газмановым. Родиона отличает доброжелательность, интеллигентность, харизма и личное обаяние. Под занавес дня курортника вечернее небо озарил ослепительно яркий, с индивидуальной текстурой и оригинальными рисунками фейерверк. Валентина Лавренко, Алексей Гладков и «Патеринское время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова